МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТО К своему немалому удивлению вы обнаружите там спектакли «Король Артур», «Дочь Монте-Сумы», «Князь Серебряный» и «О ужас!» Анна Каренина. Среди двух десятков мюзиклов как-то теряются три апеллеты «Фиалка Монмартра», «Боядера» и «Летучая мышь». Разумеется, любой театр имеет право на эксперименты. Но я с трудом представляю себе мюзикл или темпачи оперетту, в которой Анна Каренина перед тем, как бросится под колеса паровоза, поет свою «Лебединую арию». Но, к счастью, в театральном океане остались еще своеобразные островки, на которых классическая оперетта не только не сходит со сцен, но и составляет львиную долю репертуара. Таковым является старейший театр Юга России, Пятигорский театр Перетты. «Фиалка Монмартра» Это прекрасная Елена, оперетта-радоначальника жанра Жака Аффенбаха. Он определял характер своего произведения как опера-буф, то есть буфонада с элементами пародии на древнегреческие постановки. Спектакль не сходит со сцены Пятигорского театра оперетты уже много лет, но и ныне каждое представление проходит при переполненном зале. Тем более, когда в программе значится имя новой исполнительницы главной роли. «Вход в роль был очень стремительный, не спонтанный, конечно, спланированный, но очень быстро. И это не так, как было с первой моей ролью Сильвой, но это очень интересно, очень волнительно и очень весело, если честно. Потому что спектакль, это спектакль Жака Аффенбаха, он очень сатиричный, с одной стороны, очень легкий и веселый. И для публики, мне кажется, это прям один из лучших вариантов для вечернего досуга. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как часто мы слышим разговоры о преемственности в театральной культуре? И как часто эти рассуждения не доходят до дела? Пятигорский театр Аперетти своей приверженностью жанру системно и много лет дарит публике возможность наслаждаться вечно молодой и актуальной классикой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ